Их первые рубли. Свой первый рубль я получила за работу на комбинате ИСКОШ. Татьяна Черезова, депутат Кировской городской думы. Я пошла работать в цех черной резины комбината ИСКОШ. Сначала учеником, потом где-то недели через две я уже работала на конвейере. Мы закладывали формы вот этих каблуков. Работа была очень тяжелая. Конечно, было вдвойне приятнее, что благодаря такому физическому тяжелому труду я получила эти деньги. Но у нас было так принято в семье, что деньги отдавать всегда маме. Мы не относились к очень обеспеченной семье. И вот даже в институте, когда я училась, в течение трех лет мы работали в строительном отряде проводников. Три лета подряд зарабатывали тоже для себя. Ну, понятно, что нам, девочкам, хотелось понаряднее одеться, что-то купить себе красивое. И вот я чувствовала себя независимо от родителей. Мне не надо было просить, тем более я знала, что каких-то там больших денег у нас нет в семье. Дело в том, что если, например, считать, что мы ездили в стройотряде проводников, то мы ездили на вятки, и у нас была возможность в Москве купить, ну, предположим, очень красивые нарядные туфли, что-то из одежды. То есть вот мы эти деньги тратили на себя. Но потом было приятно в этом щеголять. Ну, я думаю, у меня всегда были такие модельные красивые туфельки, всегда были, в общем-то, красивые блузоны. Раньше были модные вот шестяные вещи, очень красивые, элегантные. То есть вот мы себе покупали, не отказывали. В то время была польская косметика востребована. И вот помню до сих пор духи, быть может, даже их запах. Ну, такой вот очень, с одной стороны, терпкий, с другой стороны, вот такой какой-то, понимаете, романтический, очень возвышенный. По крайней мере, мне они очень нравились. Известные люди Кирова рассказывают о том, как они заработали свой первый рубль. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова